и снова всем привет с вами алика лавудвин мы сейчас изучаем специальный мануальный массаж давайте на теле рассмотрим графическое отображение тех мышц и структурно скелетно которые нас интересуют арт такой займемся подготовкой значит зеленым цветом я буду кости показывать самое интересующее нас это вот камень преткновения где l5 с 1 до я говорил это вот базис нашего тела в диод из том точечки ямочки до между ними находится вот как раз этот базис крестец переходит в копчик ну копчик не будем рассматривать вот и начинаются позвонки соответственно и 5 4 3 я не знаю это было вообще ласин спидают сокращение от латинского так раз два три четыре но слишком слишком широкими нарисовал я забываю посмотреть вот значит l5 крестец это 5 сросшихся позвонков но мы только один назовем с 1 про все не будем писать или 4 соответственно l3 l2 l1 отличается тем что с по частоте возникновения грыж и протрузии это самые такие в 80 процентов случаев грыжа выплывает именно здесь вот 5 с 1 ну во первых потому что весь позвоночный столб и сумки и все что мы носим все туда накапливается давит до позвонки самые толстые поэтому да потому что не должен выдерживать весь вес корпуса и плюс еще атмосферное давление да да все что мы там трудимся все дает сюда тем более вот он 5 с 1 сочинение да можете посмотреть поближе и у него вот эти вот зеленком показаны диски межпозвонковые да они видите все горизонтально и только этот наклонны получаются он как бы по нему если у человека большой живот там беременный человек у нас да то в общем он сползает немножко вниз получается сдавливать здесь и грыжа выползает назад передавлю вот эти корешки нежные корешки нервные корешки они все идут соответственно вот от всех этих позвонков сюда сюда здесь опять выходит 4 а когда вперед съезжают да тут даже 3 там идет из-за внутри там подходят какие-то они все формируются в седалищный нерв так давайте нарисуем так чтобы как его найти седалищный нерв вот эту точку определить да вот эту точку определили вертел бедра и седалищную кость определить собственно говоря на котором мы сидим и вот если между всеми этими провести линию то получится равнобедренный треугольник сторон равнобедренный если него провести бисектрису который как мы знаем делит угол пополам потом как раз в то место где находится сидалищный нерв вот отсюда он начинается формируется и такой толстый идет прямо вдоль всего бедра до этого раздваивается значит пошла сюда другая вот сюда переходит вот сюда и к большому пальцу туда выходит соответственно вот акупунктурные точки точнее биологически активной точки где мы его можем проверить сюда идет туда и радиации не идет вот как вот эту точку найти три пальца складки вид складочка до три пальца складка составляем сюда и два и три пальца в сторону где третий пальцем падает вот тут получается вот попали там сюда соответственно здесь тоже через каждые три пальца есть точки кстати боль похуже она была иголкой вот тут у нас раздваиваются икроножная мышца да так чего давайте мышцы рисовать тогда красным вот она раздваивается и ниже идет сухожилие который переходит в ахиловое сухожилие которое соединяется еще с комбаловидной мышцей было видно мышцы идет малоберцовая большая берцовая мышцы целую неделю я себе не мог расслабить комбаловидную мышцу да хорошо видно вот на вот этой модели видите все эти мышцы атомическая модель как четко прорисованная мышца вы понимали вот это сухожилие почти до середины вот отвертила идет кость под углом получается вот так бедренная кость вот тут можно нащупать малоберцовая косточка она тоненькая вот она не тоже прижимать кости в глубине кости и вот она где-то тут крепится вот она получается так соответственно тут тоже бицепс ноги получается да он также по центру заканчивается идут мышцы вот сюда то есть получается также будут точки не будьте потом фломастер сотрется раздваивается и крепится вот ниже колено получается ниже чашечки а эти мышцы вот они идут они крепятся выше получается вот сюда пересекаются. Эти туда уходят, а эти вот сюда подходят. Поэтому массируем под коленом и выше коленом, да? Да, поэтому там массируем. Ягодичные мышцы крепятся вот пониже, чтобы вы понимали, не здесь, а вот примерно здесь. Если ты вот ногу так поднимешь, подними прямую ногу и чуть вот так разверну, вот так в сторону. Вот она видна. Видите, эта мышца, вот она большая. Идёт, 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 крепится вот здесь. Всё, опускай. Вот это вот большая ягодичная мышца. Вот отсюда идёт. От крестца идёт грушевидная мышца. Крепится вот с этой стороны ноги. Такая грушевидная мышца, которая, собственно говоря, когда напрягается, она и передавливает всегда лишь нерв. И боль идёт вот здесь. Дальше она эрозирует по ноге. И чтобы проверить, мы точки нажимали, помните? Это мы проверяли, докуда идёт и радиация. Иногда бывает, вот в бедре не болит, а болит только где-нибудь в одном месте. Здесь или вот здесь вот такой болит, да? Также можно проверить ещё посередине бедра. Здесь точку и вот тут точку. Прожимаем пипендикулярно в тело. Чувствуется, да? Средняя ягодичная. Она как бы... Вот большая ягодичная, она прям вот реально вот вся вот эта масса, это вот она. Средняя она под ней лежит, вот так вот наклонена, и мы можем вот эту точку прощупать. Вот шарик такой катается. Соответственно, она идёт вот так крепится. Вот здесь малая ягодичная крепится. Вот малая, вот так вот написано, вот средняя, вот большая. Так. Гребень у нас идёт по диагонали, чтобы вы видите, что мышцы заканчиваются, да? Но сам таз ещё не закончился. Таз идёт вот до сюда. У женщин, кстати, вообще может быть вот до сюда даже идёт. То есть отсюда. У мужчин сантиметр 3,5, а у женщин 7,8 сантиметров. Мы видим вот ребро, которое самое выпирающее здесь, да? Это десятое ребро. Рёбра, соответственно, толщиной с палец, расстояние между ними тоже толщиной с палец. Вот два плавочек ребра. Это я далеко нарисовал. Как же тут леновки делают на ребрах? Это жесть. Больно, что ли? Это маркерная реакция. Чтобы вы понимали, то, что мы нащупываем сверху, да, это остистые отростки. Вот мы можем по ним понять, где там прощупывается, вот, да, куда отклонил какой-нибудь позвонок. Ну, я все не буду прорисовывать, например, вот прощупали некоторые так вот, да, а какой-нибудь вот взял и вот отклонился. Как правило, бывают два отклоняются, а дальше вот выравнивается. Если, допустим, первый грудной позвонок, вот он, отклонился вот сюда, влево, да, получается, то, как правило, первый снизу, соответственно, пять отклоняются в противоположную сторону. То есть это идет компенсация, да. Допустим, вот, раз, два, три, третий сверху. Д3 или TH3 называется, отклонился вправо, то отсюда раз, два, три, L3 отклоняется влево. Да, я тебе чуть-чуть выше их нарисовал. Ну, кожа съезжает, иногда не попадешь. Вот тут плавающие находятся, два нижних. К ним, соответственно, крепится квадратная мышца, к тазу крепится, да, и вот сюда. Она и вот так вот у меня волокна идут, и вот так вот у меня волокна к позвонкам, и вот так вот у меня волокна к полигонали идут. Вот, отсюда же идет широчайшая мышца, вот она, вот ее можно поднять. Отсюда же идет вот эта вот большая колбаса, так называется, да, паравертебральная мышца. Вот, для нее есть специальная ложбинка в скелете. Вот, посмотрите. Вот тут. Ну, скелет немножко маловат. Там, на самом деле, вот от остистых отростков три пальца до реберно-поперечных сочинений. И вот эти боковые отростки, они примерно через два пальца друг от друга идут. Ну, чтобы вы понимали, давайте, допустим, с этой стороны нарисую. Вот, он идет выше, получается, своего остистого отростка. То есть мы нащупали отросток здесь, два пальца отложили, и он получился вот тут выше. Вот, оттуда выходят корешки, радикулы называются, да. Ой, я неправильно нарисовал, они вниз идут, вниз. Ну, вот тут я нарисовал, да, синим цветом. И если у нас боль чувствуется здесь, то, скорее всего, грыжа или ущемление произошло корешка выше на один. Понимаете, почему? Потому что поперечные отростки их сжимают, вот эти боковые. Вот, и соответственно, к этим боковым отросткам, тут вот можно, кстати, нарисовать. Вот если мышцу мы уберем, то вы почувствуете, где ребра крепятся. Вот именно, видите, уберите, пощупайте, может пощупаться. Видите, это вот крепление ребер. Соответственно, проекция, вот, три пальца, видите, от оси. Три пальца вот в сторону откладываем. Вот, идут вместо крепления ребер. Собственно говоря, куда и идет воздействие, все наше мануальное. И рядом же находится фасеточный сустав. То есть, хруст идет именно там. Соответственно, чтобы было мягчего действия, если мы локтем делаем, да, то можем через вот эту мышцу паравертебральную, вот так вот немножко, чтобы прямо на голые ребра давить, да. Сама лопатка имеет ости. Вот она, где-то у нее ости. Которая крепится плечо. Верхний уголок лопатки. Вот примерно так оно выглядит. Сюда подходит, соответственно, сверху ромбовидная мышца. Снизу трапециевидная мышца. Вот как ее увидеть. Подними вот эту руку, как будто бы сдаешься. Вот она, видите? Чуть в сторону. Так. Вот видна круглая мышца. Вторая круглая, малокруглая мышца. Вот видна дельта появилась сразу, видите? Это вот задняя дельта. Передняя дельта. Ой, средняя дельта и передняя дельта. Вот сюда идет. Вот отсюда. Крепятся они, соответственно, вот здесь. Все мышцы крепятся к чему-то. То есть, тут есть бугорок на костях. Который крепится мышца. Вот, например. Можете тут посмотреть. Вот он, бугорок. Видите? Вот ложбинки для сухожилий. Называется сухожильное влагалище. И всякие мышчелыки, которым вот всякие ложбиночки. Вот туда вот крепятся мышцы. Соответственно, если человек худой, то у него вот эти бугорки тоже маленькие. Если человек там накаченный такой, да? Массивный. То ему, чтобы мышцы крепились. Организм понимает все это. Он все догонит больше кальция. И бугорок вот этот увеличивается. Про космонавтов, например, говорят. Что, когда они там долго, полгода в космосе. То вот эта малая берцовая мышца. Вот она, видите, которую мы рисовали. Она истончается до размера карандашика. Потому что она отвечает только за поворот. Вот так вот. Вот так стопы. Понимаете? Так они практически, когда занимаются в космосе, да? Они делают упражнения. Обычно у него мышцы, да? Поднимают, там сгибают. А никто вот такие вот упражнения не делает. Понимаете? В космосе это не делается. Поэтому она истончается. Ну, когда возвращаются назад, после тренировок, конечно, и скелет тоже восстанавливается у человека. Значит, интересно вот эта трапециевидная мышца тем. Вот она. Почему она трапециевидная? Потому что она вот так идет. А тут вверх идет. Вот так. И крепится, честно говоря, вот там. Одну треть ключицы с этой стороны она еще занимает. Вот она вот так вот заворачивается. Сюда, 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 сюда. Вот. Мышцы интересны тем, что у нее волокна, видите, в разные стороны направлены. Получается, она антагонист сама себе. То есть, нижние волокна они опускают лопатку, а верхние волокна поднимают лопатку. То есть, она как бы сама с собой спорит. Поэтому часто бывает боль. Если уж боль есть здесь, у виска, да, то боль будет и здесь. Потому что тут мышца сокращена, а тут перерастянута получается. Классические триггерные точки у нас получаются, как минимум, вот здесь, где она подходит. Вот здесь. Вот здесь. Ну и вот между ключицей и акромиальным отростком, где вот крепится она тоже, да. вот здесь точка. Вот. К этому месту, к уголку лопатки, подходит еще пресловутый лифт, мускулы, как он это называется, скапула. Мышцы, поднимающие лопатку, она конкретно такая есть. На нее тоже надо будет часто массировать, потому что она всегда, ну, часто бывает здесь спазмирована. Так, ну, точку еще давайте нарисуем. Соответственно, между вот этой мышцей и вот этой мышцей на уголке лопатки. Вот точка есть. Ой-ё, что-то больно, да. У тебя болезненная. Вот точка. А если болезненная, то что значит? Вот точка. Ну, надо проверять. У тебя там, наверное, зубчатые мышцы, может быть, и тут перерастянуты. Либо под лопаточной мышцей перерастянуты, либо под лопаточной болезненной. Вот смотрите, вот тут не болит. Болит. То есть надосная мышца и подосная мышца еще есть. А тут? Нету, да? А тут болит. Угу. Угу. Вот. То есть они как-то натягивают и получается болезненная точка. Они же совпадают с акупунктурными точками. Ой, с биологически активными. Вот еще тут мы проверяем, да, нажимаем. Вот когда мы нажимаем, что мы делаем? Мы соединяем фасеточные суставы, сжимаем их. И таким образом смотрим, есть боль или нет боли. Когда нажимаем вот сюда, ну, кстати, вот второе место по возникновению грыжи L5, L4, L3, L4, как правило, вот здесь вот чаще всего бывает грыжа. Примерно, я говорил, 80% случаев, да, грыжа здесь. 15% случаев остальное – это грыжа нижней части шеи. Ну, и оставшиеся 5% в этот день случайно грыжа может выскочить. Ну, как правило, либо от травмы какой-то, либо там сжатие какое-то произошло. На нервном срыве может даже грыжа выскочить. Так, вот мы прижимаем фасеточные суставы. Это что значит? Вот смотрите, это боковые отростки идут. Вот между ними щель, да. И если мы сюда нажимаем, то мы ее как бы стыкуем, соединяем. Соответственно, если там артроз может болеть, да, если в защемлении корешка произошло, вот грыжа, видите, показана, выпечилась, начинает корешок, значит, тоже может болеть. Отсюда начинается боль, идет в ногу, и, как я перерисовал, все дальше нервы, да, он может будет поражаться. Далее, вот тут у нас получается шпора, часто возникает на уголке лопат, ой, заговорил, пятки, пятки. Пятка вот так вот идет, уголок у нее есть. Потом, у нас как бы мы китайщиной занимаемся, да, просто как бы стопу проминаем. Тут очень много внутренних органов, проекций внутренних органов. Вот отсюда начинаются половые органы, соответственно, вот тут вот можно промять. Вот точка над косточкой, под косточкой. Вот вся область пятки, это получается область нижнего таза. Вот тут точки есть. Далее идет область брюшины, все органы, которые там находятся. Вот толстый кишечник идет по периметру. Ну, чтобы как бы не разбираться, где какой орган, да, условно мы ее делим вот так вот на сеточку и в каждой, в каждом месте там прожимаем. Вот тут уже органы грудной клетки идут, легкие сердце, да. Вот тут точка есть под большим пальцем. Тут под мизинцем. Ну, тут тоже очень много точек. Тут уже получается органы головы. Это череп, это глаз. Причем это все зеркально отображено, если это нога левая, значит это все с правой стороны находится. Там это ухо, это там скула, коренной зуб, по-моему. Но я, честно говоря, уже забыл. Вот здесь тоже много точек. Ну, здесь, ладно, находили, не будем проходить. В общем, это вот основа то, что мы проминаем. Так, про это я уже рассказал. Забыл сказать, что на точки мы давим перпендикулярно в тело. То есть, соответственно, за лопатку вот сюда. Тут, получается, вот туда давим в тело. Здесь вот под этим углом. Под вот этим углом. То есть мы давим перпендикулярно. Также точки есть две вот здесь на мышцах. Сверху давим. По центру прямо. Перпендикулярно, соответственно, давим. Под черепом. Ну, как минимум, вот мы накладываем пальчики, да. Как минимум, получится раз, два, три, четыре точки с каждой стороны. И точки вот здесь. Раз, два, до острой косточки. То есть прямо вот там вот, возле Атланта. И три точки так. Ну, дальше я весь череп в точках не буду показывать. Давай только висок покажем. Можно развернем его? Вот у виска есть вот такой прямоугольничек. И линия волос. Рост волос пошла. Видите? Вот. До линии волос, вот так вот, соответственно, есть три точки. Очень хорошо избавляют от головной боли, если вы сами даже себе промассируете их. Потом вот, где козелок уха заканчивается, вот тут стыкуется челюсть нижняя. Вот тут. Раз, два, три точки. Само ухо – это перевернутый зародыш человека, если посмотреть вверх ногами, да. Вот это, получается, голова у него. Ой. Что-то смазал. Соответственно, вот тут глаз, ухо. Дальше пошел хребет. Вот копчик, крестец. Вот сюда копчик заворачивается. Тут, соответственно, органы малого таза. Внутри идут органы этих, ну, грудного отдела. Вот все эти точки мы прищепляем, как бы, пальчиками, да. Либо прищепкой. Так, с этой стороны точки, ну, уже совсем не буду все зарисовывать. Вот тут точки идут с этой стороны уха. И по черепу идут точки. Тоже сейчас по центральной оси черепа. Сейчас не буду просто пачкать человека. Так, ну, в принципе, по-моему, все нарисовали, да. Так что можно сфотографировать, зафиксировать. Вот сюда вот, да, крепятся ребра, соответственно, к этим. Ребра идут по диагонали вниз. Так, а сюда подходит вот этот вот поперечный отросток от позвоночника. Которому крепятся ребра. Ну, и, соответственно, фасеточные суставы. Я вам показал их уже, да. Так, все, остановим. Мы приступим к месту, к работе. Поэтому, смотрите, когда вот мы делаем массаж, да, вот мы, я локтем показывал технику рубанок, да. Это вот по длине мышц мы вот туда ее вытягиваем. Вот это вот тоже мышцы вот туда вытягиваем. Широчайшую вот туда вытягиваем. Трапециевидную вот туда вытягиваем длину. И верхнюю трапециевидную часть вытягиваем туда. Трапециевидную мышцу иногда делят на три части. Там нижняя, средняя, верхняя. Иногда на две части в разных атласах по-разному рисуют. Тут такой вот сухожильный треугольник находится. Ну, или ромбик, если вот так вот рисовать. До следующей лопатки. Так. Ну что, друзья. Приступим в работу. С вами был Варик Гудвин. Фиксируйте нас, жмите на колокольчик и будьте с нами. Я вам в следующем видеоролике расскажу еще кое-что интересное с моим другом Васей. Пока-пока.